Хе-хе-хей! Всем привет, ребята! С вами снова Эдисон. Добро пожаловать в нашу новую серию нашего прохождения Ведьмака 3-го. И что мы будем делать в этой серии? Я, если честно, ребята, не знаю. Ну, хоть убейте, но я не знаю. У нас нету плотва. Иди сюда. У нас нету толком... Да у нас вообще нету ни еды, нифига. Я не знаю, как мы дальше будем выживать, потому что нам хотя бы нужно отхилиться. Ну, что самое главное, у нас даже отхилиться не получится. Опа! Дополнительное задание какое-то. А это вроде хрени. Это вроде хрени. Да, это торгов... Нет, кто это? Подозрительный торговец. Ну, всё-всё-всё. С кем он там вообще разговаривает? Грамотку не желаете? Дешевле, чем... Какие грамоты? Меня не интересует. Вы ничего не... Ребят, я это буду пропускать, потому что это долго, а мне нужно... Я не знаю. Мне... Не еда нужна. Давайте нет. Я должен. Давайте не будем, ребята. Мне нужна еда. Так, это кто там у нас? Поговорить, поговорить нет. Ну, торговцев нету. К сожалению, нету. А сейчас нам торговцы самые больше нужны. И их, к сожалению, как всегда, нежно. Я не знаю, честное слово. Я не знаю, что нам делать, потому что без торговцев мы не купим себе еду. И что самое обидное, мы не сможем себе восстановить из здоровья. И... В результате... Опа. Так, сейчас. Куда нам идти? И в результате мы не сможем просто-напросто сражаться, потому что нас убьют с одной тычки. И этого бы не очень хотелось. Я вижу там кучу монстров, врагов, которые ходят вокруг нас. Но мы с ними даже не сможем посражаться. Потому что нас... Я и говорю, ребята, нас просто убьют с одного удара, да и всё. А я вообще правильно иду. Так. Это будет круто. Ага. Зашибись. Зашибись. Нам нужно назад возвращаться. Нам нужно назад возвращаться. И оббегать вот это всё. Потому что мы тут просто-напросто не как не сможем пересечь. Вот сюда нам нужно. Опа. Пусть стоять, лошадка. Ты, наверное, воткнулась там в заборчик и опять воткнулась. Ты какая-то очень... Вот, побежала, побежала. Офигеть. Всё, мы прибежали, ребята. Мы прибежали. Так. Мы сейчас можем купить тут пожрать. Но я хочу посмотреть, есть ли у нас какие-то умения. Доступны... Нет, у нас нет умений. У нас, к сожалению, нет умений. Погоди, плотва. Погоди, плотва. Да. Поджечь. Опа. Покушай. Нам нужно покушать. Ну, сначала ручил лодчики. Зовется Генриком. На коем тебе? Дело есть. Дело? Дай бутыль сжанки. Такой стаканчик. Хоть бы ты восстановил себе здоровье вот этой сжанкой. Ну, вряд ли. Сейчас опять разборочкой. Текай отсюда. Я черный вход открою. В баре, как всегда. Я еще не допил. Давайте, я еще не допил. Я еще не допил. Корчмарь! Водки! Мы не сможем выжить. У нас ребята нету здоровья даже. Храбрый, видать, вояка. Два меча навесил. Это хреново, потому что это в какой-то степени не продумано. То есть... Эй, седой! На что тебе два меча? Дальше идут вот эти сюжетные приключения. А в штанах он два хера держит. Ты, сука, глухой? Идут сюжетные приключения. Мы не сможем ничего сделать, не сможем пройти эту часть. Или тебе язык ножом развивает? Жизнь и здоровье, чтобы выжить. Время на решение. Поги прочь, не то убью. Я ведьмак. Ведьмак. Спрашиваешь, зачем мне два меча? Один для чудовищ, другой для людей. Член у меня один. Не трожь его. На него глядеть-то нельзя. Он похуже прокаженных будет. Видал я одного такого. Полдюжина людей порубил, кровь повсюду. А сам они почесался. От него трупами смердит. Если желаете отдохнуть на моем постоялом дворе, милдарь, пожалуйте забыть. Милдарь, миссия. Дайте мне покушать, пожрать, попить. Вхожу в холопу. Вашу мать. А там мужик стоит с сыном. Вот ладный хлопчик, думаю. Дайте мне что-то перекусить, чувак. Спасибо, милдарь, что они стали затевать свары с этими поганцами. Я не в свои дела не лезу. Коврик, прям русский коврик на заднем плане. Нет. Он даже в играх есть. Мне надо только узнать. Смотрите, смотрите на заднем плане. Он живет в селе Вересковке. Не знаю. Где это? За пригонком. Эти ковры даже в играх есть. Утру залива там. На стенах висят. У каждого человека. В России, да, в принципе, в Украине. У всех, наверное, был такой. У меня вроде был в детстве. Странный он мужик. Пришел неведом откуда. Не понять зачем. Пригрел при себе вдову. У нее мужа за кусок хлеба забили. Стал с ней жить. Люди барона чужих не любят. Он им дороги не переходит. Всегда знает, когда они явятся и тут же пропадает. Спасибо, корчмарь. Дайте мне кушать, дайте мне пожрать, вот. Привет вам. Ага, привет. Только что виделись. Я бы что-нибудь выпил. Давно ли за баром? Почему? Давайте выпьем. Я бы что-нибудь выпил. Что у вас там есть? Что у вас там есть? Снаряжение, используемые вещи, алхимия, ремесло. Ага, вот. Бутылка воды. Так, это что? Алхимический ингредиент. Можно продать или разобрать? Нет. Точнее, напитки на спирту. Нет. Нет. Ну, вроде все. Вроде мы все у него купили, что у него было бы нормальное. Да? Прощай. 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 Такой у него голос. Так, давайте мы быстренько в рюкзак заглянем. Где наш рюкзачок? Где наш рюкзачок? Где наш рюкзачок? Это что такое? Факел. Жрачка. Мозг используется здание. Нет. Что я купил вообще? Только что потратил деньги, но не знаю, что я купил. Вот. Так. Можно это выпить? Можно. Ху. Ну, хотя бы. Так, ладно. 500. Нет, нет. 600 даже нет. О, дождик. Офигеть, как я давно дождика. Я вообще тут дождика дождика. Поджечь. Да не поджечь мне нужно. Вот. А куда нам нужно? Куда нам нужно? Доска объявлений. Ага, нам туда нужно, и мы туда не сможем никак тпкнуться. Поэтому нам, наверное, пешком надо идти. Поджечь. Разыскивается... Жена пропала, пошла несколько дней в лес и до сих пор не вернулась. Я уже не знаю, что думаете, заплачу любую цену тому, кто вернёт. Или хотя бы её искать. Давайте заберём. Интересное место. Не помнишься туман, скрывать бы много танцев. Я когда её просматриваю, я не говорю, что они отмечают. Да ладно. Ясно, понятно. Поговорить с охотником по имени. Не-не-не. Бэкспейс. Спасибо вам, господин. А это поменять можно, карта? Вот. Эти ваши миски, которые вы начнёте, отмечаются на карте. Ага. 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 Класс. Вот. Нам туда нужно. Платва. Платва. Ну, нужно себе... Нужно себе где-то в игре, в том же Майнкрафте, назвать пёсика или... Или какой-то покемона. Платва. Будет прикольно. Ну, ладно. Долж, у нас опять кончается очень скоро вот это восстановление. В принципе, жизни у нас, по идее, много. Это что там, горит? Неинтересно. Это нам туда, да, нужно? Ну, по идее, да. Ага. Ну, это тут любишки отдыхают в классную погоду. Лежат. Загорают. Отдыхают. Твою мать, я вообще не туда иду. Я вообще не туда иду. Ребята, смотрите, куда нам нужно. Нам нужно... Я же поставил специально вот этот маркер, чтобы нам туда пойти. И я сам вообще не в ту сторону беру. Вашу маркер? Ух ты. Прям забежал. Забежал. Платва. Тут прям какой-то... Какая-то... Платва. Ты не плавучий. А я думал, ты конечный. Шевелись, Платва. Шевелись, Платва. Чё? Да вашу мать. Вот эти остановления на этой лошади нафиг, они бесят очень. Я туда иду. Тут прямо. Прямо и первый поворот налево, потом первый поворот направо. Запомните. Запомните и потом мне скажите. Вот, первый поворот налево. Сейчас. Правильно, правильно, правильно. И сейчас, как только будет поворот... Опа. Наносит урон у этого в огни. О, сколько? Во, замечательно. Сейчас мы сможем их покушать. Сырое мясо. Круто. Вот прям я даже, ребята, знаете, посты где-то в интернете увидел, то, что... Ведьмак. Умеет ли извергать пламя из руки, да, вот эти все атаки, но ждет сырое мясо. Смотрите, логично. То есть, он не может взять вот это мясо собаке, из той же руки взять, извергнуть пламя и поджечь вот это мясо и покушать его приготовленный. Вот это действительно немного бреда. А как гнусный же ты. Ух ты нахуй. Седьмой уровень. Да ну нахуй. Да ну нахуй. Да ну нахуй. Ребят, это сумасшедший лог. А я всегда забываю... Вы герой, да? Ну-ка, отбазу, на работу! Пучи его, ребята! Еп! Сейчас. Сейчас, ребята. Вот это я люблю! Он колдует! Это то блюдо... Ух ты! Интересно, я такого еще не видел, вот этих он фатальки. Я всегда забываю использовать... Опа, хлеб, это круто. Хлебушек, это круто. И жареное мясо, круто. А знаете, что я всегда забываю? Блокировать атаку. Вот это вроде полезная хрень, а я всегда ее забываю. Ух ты! Там куча нам всего дали. Так, что нам дали? Нам дали меч. Урон плюс 29. Ага. Ага. Ну давайте... Я могу это снять, а вот это одеть. Так, а если... Ага. А вот это что? Тут куча всякой хрени, да? Это топорчик такой, маленький, пиндрюля такая. Я думал, это какой-то нахрен топорище на две руки, двуручные. Это такая фиговина. Да ну вам в сраку. Так. Это что еще там за чудилы? Такие... Сейчас, я попробую блокировать атаку. Сейчас, ребята, дайте-ка я его запинаю. Дайте я блокирую атаку. Ага. Ух ты! Ух ты! Утопец! Этого я еще не убивал. Они вроде... Да, они только на пляже водятся. Так, ну, в принципе, понятно. Утопцы, да, вот эти всякие. Ага. Ну круто! Не нападайте на нас. Мы добренькие. Мы добренькие. Так, ну, в принципе, все. Мы сюда пришли. Тут никого нету. Тут никого нету. Давайте подожжем, чтобы светлее было. Ух ты! Всякая хрень. Ну, в принципе, больше тут ничего нету, да? Восстановление. Ну, повосстановляемся. Ну и все, вот прям сейчас мы уже, да, мы уже можем топать. И давайте как можно быстрее мы туда доберемся. Как раз ночь, дождь, нам топать 700 метров. Вот, мы уже практически дошли до Сюдова. Нам еще осталось 200 метров. В принципе, не так уж это и много. Но, плюс к тому, уже наконец-то дождь вроде прекратился, как я замечаю. Так, мы можем взять ее квест. Поможем, если будет нормальное задание. Часовенку верный милосердный разорили, чтобы им пусто было. Починить надо в начисловенку, иначе верно обидеться. Коровы падут. У ребятишек бородавки вылезут, собаки за парши. Слушай, красавица. Я помогу тебе. Паршай и бородавки? Звучит серьезно. Я тебе помогу. Круто. Только я не представляю, как нам это нужно сделать и что нам нужно сделать. Готово. Это все? Добрые боги, мне тебя послали. А ты сама не могла это взять и преднятать. Есть теперь, кому у нас часовинки чинить? У меня уже есть ремесло. Я ведьмак. А не рестауратор древней деревянной архитектуры. Ведьмачье дело со злом бороться. А хулиганы эти окаянные, они похуже чудовищ будут? Ну, возможно. Я все восстановлю, если будет подорога. Если что увижу, я поправлю. Но сворачивать с пути я ради этого не стану. А тут везде близко. Боги тебя направят. Круто. Немного опыта, конечно, но 10 опыта. А, защитник веры. Ага. Поставить все разрушенные хрени. Ну, давайте восстановим, если нам, конечно, по пути будет. Будем делать добрые дела, ребята. В принципе, и прохождение этой игры тоже на этом в какой-то степени затянется. Опа, это что там? Опа. Опа. Ребята, это... Вы мне не сказали, что так посередине хоть чего можно встретить сундучки, которые спрятаны? И, в принципе... Быстрее. Да твою мать, плотва. Ты какая-то очень толстая. Не можешь пройти между двум деревьев. То, что тут валяются посередине хоть чего сундучки, которые, в принципе, полезные и имеют полезные вещи. Ух, я. Что он сказал? Ну, ладно. Ну, это бандит, ребята. Это седьмые уровни. Мы какие? Мы там второй, третий уровень. Мы там... Даже этот утопленник, он там второй, третий уровень. И, в принципе, это уже много для нас. Потому что мы там первые уровни. И вряд ли мы там справимся с кем-то, да? Угу. Так. Ага. Это мы... Ага. Ну, круто то, что мы нашли вот этот город. В принципе, мы сейчас можем тут... Ну, мы сохранились. Точнее, в Японии себе сделали. То, что мы сейчас можем сюда вернуться с любой точки. Если мы, конечно, найдем метку вот туда. В смысле, вот эту хрень, как она там называется. Ну, вот эту деревянную фигню, с помощью которой можно телепортироваться. Восстановите все разрушенные святилища. Еще осталось две штучки. Ну, в принципе, давайте попробуем. То есть, на плотве наша плотва вообще очень прям быстрая. Нафиг формулу 1. Вот. Видите, мы уже сюда дошли. Аааа. А мне все... Че? Уху. 11 уровень. Ааа. Вот почему у меня на защитник вере там сверху красненький череп нарисованный. Вот почему нахрен. 11 уровень. Он там, да? То есть, ага. Ну, он охраняет вот эту хренатенью, поэтому иди ты вокруг. А я не хочу вот эту хрень восстанавливать. Дайте мне поменять задание. А почему я не могу задание поменять? Вот, твою мать. Так. Задание. Ааа. Вот это 10. Рекомендуем уровень. Разыскать один как в деревне. Вот. Вот это давайте. Шевелись, плотва. Тысячу. Ну, ладно. Давайте потопаем. В принципе, я, наверное, вот эти моменты буду вырезать, потому что никому не будет интересно, как мы километр бежим на плотве. Точнее, скачем на плотве. Минут так 3, да? И, в принципе, доскачиваем, берем задание и обратно уходим. В принципе, мне кажется, это никому не будет интересно, поэтому давайте, ребята, я быстренько это промотаю. Опа, ребята, смотри, что я по пути нашел. Ага, это наш старый друг. Это я, в принципе, туда же и пришел. Ну, раз так, да перепрыгнет ты вот эту хренатенью. Вот толстой нафиг. А что ты тут спряталась, плотва? С головой застряла в стене. Плотва, давай сюда. Давайте, в принципе, потопаем. Сколько там еще? 600 метров. В принципе, я немного так перепрыгнул, но все же, давайте. Осталось 200 метров. Что самое интересное, смотрите, я так посмотрел. 2 часа. Ночь. 50. Или дня это... Нет, ночь, наверное. Ясно. Написано ясно. Посмотрите на небо и скажите мне, где тут ясно. Вот именно в этой стороне. Прям так ясно, что я с ума могу сойти. От этой ясноты, да? Офигеть, ребята, вы что-то попутали? Вы, наверное, перепутали ясно и темно. Опа, это что там? Это бандиты? Бандю... Бандюганы, да? Это бандюганы. Может, попытаемся их убить, но они сейчас мы и уровнем, нахрен. Да ну, нахрен. Мы, если честно... Мы, если честно... Да ну вас в жопу, бандиты. Пришел, два раза стукнул, убежал. Да, в принципе, если честно, вторые уровни и тот для нас уже как-то очень много, нахрен. Я не знаю, почему... Странный воздух, как если в жаркий день спуститься в глубокий погреб. Это дымка. Так, у нас закончилась опять еда. У нас вообще еды нету. Ноль у нас еды. Мозг чудовища. У нас ноль еды, ребят. Это не очень круто. Поврежденные предметы. Один из ваших предметов поврежден. Причините его, иначе он не будет действовать, как полагается. Я понял. Я понял. Ага, ну хотя бы убили. Сырое мясо, уже покушаем что-то. Пойди прочь! Не подходи! Прочь! Ты придурок. Спокойно, все уже кончилось. Ага, он внушил вот эту хрень, да? Да, кончилось. Только как прежде уже не будет. Никогда этого не забуду. Ну? Я ищу человека по имени Гендрик. Он живет в этом селе. Уже не живет. Схватили его в той хате. Если бы вы слышали эти вопли, господин мой. Если бы вы только слышали, как человек может кричать. Расскажи, что тут случилось. Что тут случилось? Говори по порядку. То есть его брали и хватили и пытали, что он рассказывал, что вы не знаете, как человек может кричать. Кричать. Или его убили там. Ну, по сути, из его забрали. Сохи заходила. А отцвет алый был, как кровь. Я подумал еще. Странно, даже лягушек не слыхать. Ага, это дикая охота, да? Не почему-то так. Да, это дикая охота. Ага, так вот почему он говорил, что тот человек так кричал. И вот как бы, господин мой, не знаете, как человек может кричать. Ну, пришла дикая охота нафиг, конечно. Ну, и то, что, конечно. Я, в принципе, даже еще не знаю, кто это такая дикая охота. Я еще пока же не разобрался. Но это какие-то там прям... Не знаю, что там делилось. Страшный, должно быть, вещь. Геандрик кричал, потом молил, а под конец только стонал. Ну, вот видите, что он не знает, что там происходило. То ли его убивали, то ли его пытали, то ли его там руки отбязали. Но он сказал, что... Ведьмаку, то есть... Ты не знаешь, как человек может кричать. Но, наверное, его там убивали, что ли? Вот видите. Кто это вообще? Мне просто интересно. Ребята, я не смотрел никакие спойлеры, поэтому кто это вообще, я не знаю, в счастье. Зараза! Зараза! О, уже утро наступило. Уже седло. Недолго были. А село замерзло, как посреди зимы. Ты после них в хату заглядывал? Нет. И нога моя туда не ступит. Никогда. Прощай. Надеюсь, ты обретешь покой. Так. Где вот это животное, которое мы... Вот сырое мясо и сырое мясо. Хоть это и странно, но нам каждый раз вот это мясо нужно собирать, чтобы восстанавливать себе здоровье, потому что у нас, в принципе, нету нормальной еды. Ни хрена у нас нету. Вот сюда. Так. Сколько нам? 30 метров, да? А, нам дом тут нужно. Ну, давайте пойдем... Пойдемте посмотрим. Прям как Спайдермен. Перепрыгнули. Ух, ни хрена себе. Распотрошили чувака. Его пытали. Ну, пытали. Может, они что-то пропустили. Обыщу штаны. Обыщу его штаны. Не гнулся. Словно мокрые портки на морозе сушили. Проверю кафтан. Может, он что-то спрятал в кафтане? Холодный как лед. Ничего здесь нет. И что там осталось, заглянув в башмаки? Ну, наверное, в башмаках. Засохшая кровь. Он спрятал в башмаке ключик. Где-то должен быть замок от этого ключа. Интересно, где? Наверное, где-то в подвале. Как вы думаете? Блюдо. Осмотреть. Ну, под этой хренью, наверное, подвал будет. Сквозит. Похоже, под развалюхой есть еще помещение. Надо бы тут прибраться. Тут что-то еще есть полезное? Вроде нет. Так, посмотрим, что тут есть классного. Ага. Пропала крова, дочь барона. Возможно, похищу богатого зналежения тому, кто найдет ее и приведет, да? Опа, это что такое? Ребята, это что такое? Фиал. Ну, это для крафта, да, вот всякой хрени. Ха, интересно. Так, тут ничего, да, нету? Ага, нет, есть. Вот, там что-то было. Осмотреть. Учетная книга, плата за мешок зерна, счет за древесный уголь. Гендрик выдавал себя за торговца. Здесь что-то еще. Заметки, спрятанные среди счетов. Ловко. Какие интересные заголовки. Разыскиваемое. Объект появился на Скеллиге, также его видели в Новиграде. Внешний вид не изменился. Серые волосы, шрам на лице. Контактов с людьми избегает. Это он, ведьмак? Пьяный кабан. Так называемый барон приютил объект в замке, точнее в захваченной крепости. Причина неизвестна. Поговорить с бароном во Вроницах. Ссора с ведьмой? Ссора с ведьмой. Объект оказался на болотах, столкнулся с ведьмой. Конфликт. Причина неизвестна. Разыскать ведьму. Поговорить с мужиками. Село Подлесье. И надо быть осторожнее. Надо быть осторожней. За мной наблюдают. Не знаю, кто это может быть. Пес убежал. В ведре замерзла вода. Странное зарево на небе. Мужики говорят, это плохой знак. Ну вот и все. Они как-то разузнали, что Гендрик ищет Цири. Потому его и пытали. Я опоздал. Единственная ниточка – это барон и какая-то ведьма. Зараза. Зараза. Паскуда, да? Еще лучше. Кроны. Сто крон. Нихрю себе. Очки опыта. Сто. А мне интересно. Сейчас. Задание. Нет, не задание. Алхимия. Ла-ла-ла. Умение персонажа. Нет у нас умений персонажа. А, у нас третий уровень, ребята. Вот только я сейчас заметил. Как нам его отремонтировать? Ну, наверное, у кузнеца, да? Ну, пока он поломан, давайте будем вот этой хренью сражаться. Так. Опа. Задание выполнено. Охота на ведьму. Отправиться в замок барона. Это 500. Охота на ведьму. 800. 500. Давайте отправимся в замок барона, ребята. На этом, в принципе, давайте уже будем заканчивать эту серию. Я всем благодарен за просмотр. Я также буду благодарен, если вы подпишетесь на мой канал. Ссылочка на экране. Буду очень, ребята, этому рад. Если вы оставите свой комментарий. Честное слово, оставляйте любой комментарий, который вам придет только в голову. Я постараюсь его прочитать и ответить на ваш вопрос. Или просто на ваш комментарий. Я буду очень рад, если мы наберем много комментариев и также лайков. Набираем 100 лайков в ту же... Честно, ребята, вы мне не верите. Набираем 100 лайков на этой серии Ведьмака. В ту же секунду выходит новая серия. Я вам обещаю, ребята. Честное слово. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.